Вот в плане работы с информацией, для того, чтобы проверить её на объективность, сделать вот этот информационный средств, так или иначе придётся затронуть свою систему ценностей и убеждений, затронуть свой травматизм. В какой-то момент, кроме всех состояний, ещё надо иметь здоровое тело, для того, чтобы оно работало. Все наши блоки, все наши эмоции, всё отражено в теле. И позиция наблюдателя, она не всегда срабатывает, когда энергия не идёт по телу. Не проходит в определённом месте, значит, эта информация не снимается. И объективность нарушается. Вот если всё-таки прийти с объективного снятия информации, то на сегодняшний день самая лучшая технология, которая даёт человеку снятие информации, одновременно по всем каналам, видения, слышения, чувствования и так далее, является вьюинг. Вьюинг предполагает снять информацию через собственное тело. И даже когда снимается информация, для примера, человек говорит, ну, мы должны писать картинку, фотографию. Снять информацию. Для того, чтобы начать работу, он говорит, эта цель номер такая-то. И там дальше потом определённая символика идёт через моторику. Выбрасывается, и потом ты с этой символики снимаешь точки среза, делаешь, которые позволяют тебе работать с картинкой. И потом по всем каналам получаешь информацию. На самом деле, когда я первый раз услышала словесно, что мы будем делать, я подумала, что это бред сивой кобыл. Вообще. То есть, ну, на ум это не берётся вообще. То есть, это тот вид техник, который только через жизненный опыт. То есть, либо ты проживаешь и нарабатываешь вот это тонкое-тонкое-тонкое состояние, которое тебе будет давать объективную картинку. Либо ты не нарабатываешь это. Взять умом, посмотреть видео, ничего не работает. То есть, я попыталась мало-мальски смонтировать видео там с одного этапа, который более-менее, казалось бы, нормально звучало на слух. И то потом, когда смотрела, думаю, бредятина. Вот просто бредятина. Видео не смонтировать. Потому что всё, все занятия – это практическая работа. Просто тупо садишься и отрабатываешь это всё через своё тело. Через своё тело учишься снимать информацию по каждому каналу. Причём ты исписываешь много страниц текста. Там всё идёт через использование моторики. И во Вьюнге мне понравилась у них одна офигенная наработка. Здесь использовались фрейдовские техники. Психоанализ Фрейда был положен в основу. Например, во всех практиках, которые видели, когда человек приходит с запросом. А как у меня сложится жизнь? А что у меня будет? И там гадалка может грузить лапшу, и ты не знаешь, насколько достоверна эта лапша. Потому что если ты даже на уровне картинок будешь видеть жизненный срез, то расшифровать эту картинку, что она значит, ну, стоит человек на улице с кем-то беседует. Ты видишь это, ты не понимаешь к чему-то, у тебя нет динамики. Картинка сама динамичная, а информация не динамична во времени. Понимаете? И таким образом я не знала ни одной психотехники, которая бы могла позволить снять временной промежуток отрезок. А во Вьюинге ты закладываешь, например, отрезок человеческой жизни в ассоциативные вещи, которые в Фрейдовске у нас есть у всех, определенные ассоциации. Когда мы рассматривали на эти вот вещи, были предложены истории отношений людей великих. Просто куча листиков там писалось имя мужчины и женщины, сворачивалось это все, положилось на стол. И со стола каждый разобрал свой листик, никто не знал, чья история будет написана. 100 из 100 рассказали правильные жизненные сценарии. 100 из 100. Представляете попадание? В Вьюинге это один из самых сложных курсов. Он отличается от тета-хиллинга тем, что на тета-хиллинге вы идете сразу в эйфорийном состоянии. Там хорошо, там комфортно, там приходишь на курс, и все находятся, и задает это тренер. В тета-хиллинге, во Вьюинге тренер не задает комфортного состояния. Тренер сам находится в состоянии любви и покоя, но он очень четко зеркалит каждого, с чем он пришел. И таким образом, плюс еще транс, плюс нагрузка, когда тебе надо писать, плюс тебе еще надо включить логику в конце, для того, чтобы все эти списанные листы собрать в одну кучу. И ты выходишь оттуда прибабахнутый такой. Просто голова, ум молчит, ему говорить просто нечего, понимаете? Больше медитировать не надо. И вот в этом состоянии, если ты передвигаешься по улице, подходишь к человеку, то ты абсолютно спокойно стоишь, и ты знаешь, что в человеке. И вот мы пришли к самому ключевому моменту. Все вот эти сверхспособности поступления информации, они открываются в один интересный момент, когда тебе абсолютно пофиг, что в человеке. Абсолютно. Вы принимаете людей такими, какие они есть. Вот они есть такие, и классно. Они самые лучшие в блоке рядом с вами. Если его бессознательно, там, вы видите, по поведению, по речи, по всему, провоцирует, никаких проблем. Не провоцирует тоже никаких проблем. Но у вас не возникает внутри желания узнать, сколько у него там было любовниц или где он там. Да пофиг.